Добрый день, друзья! Я не мог не зайти на стенд моих хороших друзей Pro Angler Sleek, и со мной Денис Вишов, хай! Привет, Саня! Всем привет, друзья! Выставка началась! Началась она очень ныльяно, сегодня первый день, народу на стендах море, ну и на стенде компании МИДа, народу просто очень много новинок, и мы сейчас потеряем Дениса, и надеюсь, он нам расскажет о чем-то. Ну да, новинок действительно компания представляет очень много, позиций реально огромное количество, я бы хотел, наверное, поделиться, искать несколько слов о двух новинках. В первую очередь хотел бы затронуть новинку от компании Magic Craft, это линейка удилищ Вьера. Что хочется сказать, это классный бланк от крутого производителя, брутальное удилище, широкая линейка, все достаточно просто. То есть, классный бланк в сочетании с отличным ДСПшным держаком. Да, конечно, подержи, я думаю, что ты, наверное, уже успел ознакомиться со всей линейкой. Да, линейка реально очень интересная, в простонародье ее просто называют уже Верочка, она полюбует себя. Именно так. Ну, конкретно вот у тебя в руках модель 722 мл с тестом 315 грамм, я как раз именно плотно этой модели уже успел половить, в своем блоге о ней писал. Что действительно понравилось, это реально честный низ, что немаловажно, да, сейчас бывают многие удилища, все спрашивают, да, что там тест, у кого-то занижен, завышен. Здесь все честно, 3 грамма плюс небольшая приманка на 0,8 шнуре отлично работала с этой палочкой. Второй момент, то, что замечательный бланк, позволяющий вот при такой короткой длине 722 кидать достаточно далеко приманки. Ну и, соответственно, верхний тест 15 грамм, он фактически, да, там реален, то есть там 14 грамм плюс приманка, где-то 3 дюйма, все спокойно грузится, без какого-то там, что палка заваливается. Если об этой серии можно говорить как о бюджетной, я вам могу сказать, друзья, она, блин, она жесткая, она реальная. Есть на что посмотреть, это как бы лайтовая, лайтовая вот палочка, там в линейке представлено достаточно много позиций, как и длинных береговых джиговиков, так и таких достаточно волгских, уже мощных удилищ. То есть есть на что присмотреться, и мне кажется, что в этом бюджете у Мажоркрафта, конечно, это крутая линейка. Вера, она займет свое место однозначно в лодках и в стойках любителей, и не только начинающих, в том числе и искушенных рыболовов. Ну а теперь вот про это сокровище. Моя прелесть, моя прелесть. Ну, собственно говоря, многие, наверное, заметили, что я последней рыбалки ловлю удилищем Grafit Leader Silverado. Это новая моделька, что хочется сказать, это мощное, суперлегкое удилище для нашего российского джига. Просто вес этих палочек, ну, он просто, можно сказать, ничто. Сейчас в линейке есть две модели японского рынка, которые уже в продаже. Это 74-я модель с тестом до 15 грамм и 78-я модель, которую я ловлю с тестом 5-20 грамм. Собственно говоря, вес этих удилищ, 74-я модель весит 84 грамма, 78-я модель весит 88 грамм. Всего лишь навсего. То есть ты представляешь, что это ничто. Вот. Плюс ко всему, я хотел бы отметить, что для российского рынка еще планируются две модели, две восьмерки. Да, они пока предсерийные образцы стоят на стенде, они планируются чуть позже появиться уже в линейке. Это модели ростом восьмерка, одна модель ML, вторая M. Одна модель с тестом до 17 грамм, вторая до 25 грамм. Ихний вес этих удилищ это 94 грамма и 97 грамм. Всего-навсего. То есть четыре модели в этой линейке и все меньше 100 грамм весят, Саша. Я вот знаю, что ты любитель, я смотрю твои видео, ты ловишь очень много именно подобными палочками. Мне вообще в принципе нравится вот такой формат удочек. Если кто не знает, на острове Самураев ими ловят морского леща. То есть удочка очень звонкая, очень жесткая. Ну, я вам так могу сказать, чтобы передать в полноте ощущение, когда ты ее держишь, надо просто прийти на выставку. Выставку это в любой день ты здесь будешь, ты до субботы и всем сможешь дать потрогать. Москва, ВДНХ, 75-й павильон, у нас стенд B3, если мне память не изменяет. Приходите на компанию МИДа, обязательно покажу, расскажу обо всех этих удилищ. Кстати говоря, я смотрел твое последнее видео, где ты ловил на малой речке, тебя жутко мучил мороз. Я хочу отметить, что здесь стоят колечки Татарзайт с достаточно большим внутренним диаметром. И при прочих равных, если сравнить с другими удилищами, все раннинги, которые стоят, имеют очень большой диаметр, что при ловле в мороз актуально. Это очень актуально. Ну, для тех, у кого нет зимнего спиннинга, это может быть актуально, допустим, тополиный пух. И прочий другой пух, который меньше, конечно же, будет забиваться в эти кольца. Просто супер. Такой момент, чтобы зрители могли ознакомиться вообще с характеристиками именно этой удочки. В описании к видео я дам ссылку на сайт компании МИДа, либо на AllSite Любомании. Там, скорее всего, эта удочка уже есть в наличии, и ее можно взглянуть. То есть, а так вы всегда приходите на стенд по Англии и... Компании МИДа. И вы здесь увидите много чего интересного. Ну, обязательно пообщаемся, друзья, отвечу на все интересующие ваши вопросы. Я думаю, я рассказал лишь о небольшой части новинок, и другие наши эксперты, друзья, расскажут о других новинках, и вам будет также интересно. Кстати говоря, сейчас пойдем кого-то мучить еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok